Добрый день, мои дорогие зрители! Вы находитесь на канале Кросич Без Луда. В сегодняшнем видео я покажу вам свою готовую работу, а также свои два текущих процесса, один из которых новый. Я вам в предыдущем видео говорила, что я закончила гусыню, не гуся, гусыня. Существует английская народная песня, в которой перечислены дары, преподнесённые на каждые из 12 дней Рождества. Именно эта гусыня или шесть несущих яйца гусынь в переводе меня привлекла внимание более всего. И я теперь подумываю вышить все остальные 12 символов. Я уже заказала себе лебедя. Это семь водоплавающих лебедей, обозначающих семь даров Святого Духа или семь церковных Таинств. Покажу вам превью поближе. Номер этой схемы 146, 6 гис Элейн, или ещё раз, 6 несущих яйца гусынь, 6 творений, 6 дней творений. Размер этой схемы предлагается вышивать на 28 каунте, но я вышивала на 32. Сейчас, секундочку. 60 на 106 крестиков. То есть, это довольно-таки маленький дизайн, но он насыщенный. И вышивался мне легко. В принципе, мне процесс понравился. Смотрите, сколько ниточек DMC. Обычно такое количество мы можем встретить в дизайнах от Миробилия. Но, тем не менее, вышивался не трудно, не сложно. Бисер Милл Хилл. 4 номинований. Милл Хилл Трежерсы. В таком количестве тоже 4 разных Трежерса, но один из которых нужно купить 2 коробочки. Также креник используется в бэкстиче. Это 0.11 хайлайтер и 0.28. Практически все материалы у меня были в остатках. 5 цветов мулене мне пришлось докупить. И Трежерсы я купила. Остальной бисер у меня весь был в наличии. Остатки от дизайнов Миробилия. Ткань у меня тоже была. Это, если вы помните, такая же ткань, на которой я вышивала русалочку. Сейчас вам покажу русалочку эту. Я не знаю, как она называется. Это Picture This Plus. Вы помните, что я вышивала эту русалочку на такой же ткани, как и гусыня. У меня они идут на одном отрезе. Это полярда. Еще осталось для того, чтобы вышить парную русалочку. И кое-что вышью также от компании Миробилия. Да, я когда вышила эту гусыню, мне она очень-очень понравилась. Я загорелась. Хочу вышить все остальные. Но посмотрим, как это получится. Можно было сделать сэмплер. То есть 12 элементов, 12 дизайнов разместить на одной ткани. Но я почему-то подумала, что вышью все отдельно. Потому что у меня уже был опыт, когда я вышивала 12 элементов от компании Blackbirds. Вы помните, я сделала сэмплер. Вышила его. А теперь мне хочется каких-то маленьких работ. Давайте посмотрим на работу поближе. Видите, как красиво все это получилось. И я бы не подумала никогда, что то, что мы видим на превью, мы увидим в конечном результате. Впервые я вышивала креником два сложения. Вы видите, солома вышивается в два сложения. Были свои тонкости, чтобы не провисал преник. Я кое-где разделяла ниточку верхнюю, делала два прокола. Но не везде. А также нужно быть очень-очень аккуратным с бэкстичем в два сложения. Вот в этих местах. Потому что, если вы не будете закреплять правильную нитку, она у вас будет просвечиваться. Тут кое-где у меня раздвоилось. Но это все утюжком можно потом будет убрать. Бисер я пришивала в основном наиска, только вверху, в короне. В этом ряду я пришивала. Он немножко толкается. Я пришивала ровно. Мне очень понравилось вышивать. Я получила наслаждение. Быстрый результат. Очень быстрый, я бы сказала. Одна из самых маленьких работ, которые я вышивала в своей жизни. Но она меня очень-очень порадовала. Особенно, когда пришиваешь вот эти вот прежерсы. Наслаждение у вас запредельное. Я никуда не спешила. Я именно наслаждалась этим процессом. Конечно, можно было и быстрее вышить. Но зачем? Вышивка это наше хобби. Не работа. Теперь давайте посмотрим материалы, которые использовались в данном дизайне. Опять, как всегда, я показываю эту ниточку. Я ей пришивала бисер трежерсы. Вот такой вот бисер использовался в работе. 40-168. Это аппетит. Его больше всего ушло по сравнению с другим бисером. 0-0-165. Вот такой вот красный бисер. У меня его очень много. Очень много. Нора использует в русалках его, в королевах. Довольно часто встречающийся бисер. Также 0-2-0-11. Тоже бисер, который можно найти на лактуха. Чаще, больше всего, смотри, подбираю девочке его. Поэтому можно с легкостью заменить этот бисер. Красный, я думаю, тоже найдете. Потом 8-й номер. Милхил. Такой вот крупный бисер. Он в капельках используется на веточках. Его немного уходит. 13-0-84. Это был трежерс. Также 13-0-53. Это капелька. Если я не ошибаюсь. И 13-0-90. Все вот эти вот коробочки у меня пустые. Это трежерсы. Я их потом выброшу. И также трежерс 13-0-63. У меня он был. Я использовала его в этих местах. Две коробки. Этого трежерса. 13-0-63. Остальное куда-то у меня тоже будет использоваться в дальнейшем. И два креника. 0-11 хайлайтер. Им вышивается надпись. И солома 0-28 креником. Тоже у меня этот креник был в наличии. Поэтому я ничего не покупала. Очень довольна результатом. Вы могли уже видеть. Я фото выставила в инстаграм. Процесс меня очень порадовал. И кто хочет быстрого результата. Я вам рекомендую вышивать такие вот маленькие работы. Нитки DMC опять-таки я вас не сориентирую. Я буквально докупила несколько моточков. Но вы видите, что дизайн небольшой. И большие остатки, которые я потом применю в других дизайнах. Куда-либо. Вы знаете, что ниточки DMC у нас всегда. Всегда нам пригодятся. По этому дизайну можно сказать все. Еще давайте раз посмотрите вы на него. Может быть освещение изменилось. Не знаю. Но мне очень-очень нравится эта работа. Я получила массу удовольствий. Такой примитив от Нора Корбит. Тем не менее. Какая красота получилась в итоге. Также, девочки, если кто-то знает название этого льна от Pitcher This Plus, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Потому что я хочу докупить его и вышить еще остальные дизайны. Потому что планов у меня на него очень много. Он такой нейтральный. На нем можно вышивать все, что угодно. Если вы не хотите скучного белого бэкграунда. Заменять с удовольствием. Я вышивала на этом льне. 32-й аккаунт. Следующий мой новый процесс. Это gold коллекция Petits от компании Dimensions. Вот такая вот гортензия. Номер 6959. У меня это идет китайская сборка. Я вам говорила, что мне намного легче вышивать именно китайскую сборку. Когда я... Этот мне дорожный процесс. Он у меня будет вышиваться в парке. Не знаю, где еще я с ребенком буду гулять. Я его буду брать с собой. Гортензия в цвету. Также в этом наборе присутствует бисер, который я буду заменять. Сейчас вам покажу ниточки. Покажу вам, что у меня вначале вышивалось. Немного совсем. Это 3 дня я вышивала. Сколько могла. Вот такие вот 2 палетки. Кажется, ниточек очень много. Посмотрите. Такие вот яркие цвета. Мне почему-то захотелось что-то весеннего, летнего. Такие вот цвета интересные. Много сиреневых, фиолетовых оттенков. Я люблю. Это одни из моих любимых. А также, секундочку, посмотрю. У меня тот бисер. Бисер. Его трудно назвать бисером. Я его... Это бусины более. Я их буду заменять, потому что они уже, видите, такие... С эффектом состаренности. Мне этот бисер не очень нравится. Может быть, тем желтым я заменю бисером. Посмотрю, что более подходит. Наверное, более желтый. Ну, не знаю. Буду думать еще по поводу замены этого бисера. Но однозначно бисер я буду заменять. Не хочу выбрасывать его. Пусть будет у меня, не знаю. Возможно, где-нибудь я его применю. В будущем. Так, схема тут. Средняя схема. Видите, да? Что есть и бэкстич. Достаточное количество. И полукрест. И все-все-все. Как всегда. Надеюсь, я эту работу до конца лета вышью. Не знаю. Посмотрим. Может быть, и раньше. Я не буду никуда спешить. Это у меня дорожный процесс. Он вышивается по настроению. И он вышивается мне дома. Я вышиваю на пальцах, без разметки. Кстати, наш совместный проект SP Gold Petit заканчивается буквально через пару дней. Девочки, все, кто вышел и забыл сделать фотографии, делайте, пожалуйста. Потому что у нас розыгрыш состоится. Я решила его сделать 26 числа. На всякий случай, кто, может быть, вышивает 25 еще. Заканчивает. Чтобы все-все-все успели. Поэтому наблюдайте за инстаграм. Я выйду в прямой эфир. И у нас будет разыграна три приза. Один из них будет наборчик, который я вам показывала. Также лен и маячки. Два маячика. Кстати, у нас четыре приза. Не три, четыре. Я ошиблась. Простите. Вот. Поэтому я свою работу вышила. Только еще не сфотографировала. Показывала я вам ее в прошлом видео. И следующее, что я вышиваю, это своего ангела Миллениум. По дизайну Лена Лью. Вот такой вот 3870 номер. И, к сожалению, в этом ангеле я допустила ошибку. Спасибо моей зрительнице, которая мне подсказала, что эта колонна у меня вышилась совсем по-другому. У меня, что произошло, когда я разбирала цвета ниток, это американская сборка, у меня вот тут вот идут 18960, он висел на месте 18501. Как я так могла ошибиться, я не знаю. В итоге все у меня наоборот получилось. Там и бленды были. Очень много мне придется сейчас распускать, перешивать бэкстич, потому что и бэкстич тоже вышивается вот этим номером, а не этим. Я вам сейчас покажу. Знаете, настроение, конечно же, упало, потому что, когда вам нужно что-то распарывать, вы не видите прогресса, а каждый день хочется видеть какой-то результат, а его нет, потому что ты распарываешь, и тебе обратно нужно это все вышить. Поэтому я потихоньку решила это все делать, не спешить, чтобы у меня и прогресс был кое-какой. Я вам не буду показывать полностью всю работу. Вот, вы видите, что я работаю, крылышко уже закончила практически, только еще не сделала бэк. Вот, посмотрите, колонна эта, у меня, которая должна быть вышита тут темным, а тут светлым. У меня наоборот, все получилось. Естественно, и вот это вот тоже место вышивается более светлым. Тут я все исправила, сейчас я уберу. Тут я все распорола, это, в принципе, полукрест, он распарывается быстро, но все равно время на нее тратится. Тут я тоже исправила. Вышила я эту рамку, в середине довышивала и крылышко вышила. В итоге я работаю около трех дней с этой работой. Знаете, такое было желание начать что-то новое, потому что, когда распарываешь, настроение, конечно, не очень хорошее. Тут тоже бэкстич я буду менять. В общем, занимаюсь сейчас вот этим вот я. Тем не менее, работа мне нравится, я уже успокоилась, настроилась на вышивку данной работы. Хочу какой-то участок завершить, сверху все вышить до половины. Ну, посмотрим, сколько у меня будет времени. Вообще, работа, конечно, красивая, если бы я не ошибалась. И так как я уже, знаете, устала от всех вот этих вот распарываний, очень много ошибалась тут, перешивала. В общем, у меня, я больше распарываю, чем вышиваю. Даже тут новые места я очень много-много порвала. Так не вышивают, как я, не вышивайте так. Может быть, я просто устала, хотя бы я не сказала, я уже отдыхала практически две недели от вышивки. Может быть, еще не вошла в ритм. Не знаю, тем не менее, не хочу забрасывать эту работу. Мне этот ангел очень нравится. Буду над ним работать. Также, если мне вообще уже надоест его вышивать, что-нибудь придумаю. Может быть, что-то новое начну. Но пока не планирую. Следующее, что я вам хочу сказать. Я купила несколько коробок. Хочу организовать... Хочу организовать свои какие-то процессы, непроцессы, ниточки. В общем, такие вот веселенькие коробочки я купила. Они очень плотные, добротные. Вот в середине зелененький цвет. Хотела купить таких три разных. Но купила две. Почему купила разные? Чтобы я знала, что в чем лежит. У меня зрительная память очень хорошая. Поэтому я буду знать, какая коробочка и что мне лежит. У меня такой, знаете, не беспорядок уже, а бардак образовался. Потому что постоянно что-то я ищу. Постоянно что-то я разбираю. Хочу нитки и деменча сориентировать более-менее нормально. Чтобы когда у меня был подбор, или что-то я искала, я не тратила на это время. Я раз приберусь у себя в уголке. И потом не буду тратить много времени, как я это сейчас делаю. И купила одну большую коробку. Пока я не знаю, что я буду в них власть. А, тут я уже нитки Dimensions положила сюда. Ну, не знаю. Нитки навряд ли там останутся. Что-то будет крупное. Может быть, какие-то заготовки. В общем, планирую еще несколько коробок купить, чтобы у меня был такой порядок-порядок. И тогда у меня будет и вышивка идти быстрее. Также девочки меня спрашивали, чтобы я рассказала вам о своих впечатлениях поездки домой. Я даже не знаю, с чего начать. Расскажу, что все это было так быстро. У меня возникла проблема. Я совсем забыла, что попала я на праздники, а мне нужно было делать документы. Я ездила туда-сюда из Запорожья в Киев. И практически у меня был каждый час расписан. Я честно вам сказать, что я не отдохнула. Даже с родителями провела очень мало времени. Но я очень счастлива, что я все сделала, все успела. Мне девочки писали директ, хотели встретиться. И знаете, мне очень-очень приятно, что вы хотели встретиться. Но я очень сильно извиняюсь. Я также планировала, что я хотя бы на два дня задержусь в Киеве, и мы с девочками встретимся. Хотела сделать объявление, но в этот раз у меня не получилось никак. Я говорю еще раз, что эти праздники, мы не подумали об этом. В следующий раз, это будет мне уроком, смотреть в календарь. Были проблемы с покупкой билетов туда-сюда, потому что, естественно, все на праздники возвращались домой. Из Киева уезжали, а потом обратно ехали после праздников. И в общем, в эти моменты я попадала. Попутешествовала я и на автобусе, и на поезде, и на электричке. И, в общем, испытала все прелести дороги. Все это было с моим ребенком. Было интересно в любом случае. Какие у меня были впечатления? Больше двух лет я не была дома. Это первый раз я так долго отсутствовала. И вы знаете, я рассчитывала, что я как-то разочаруюсь, как я всегда разочаровывалась, приезжая домой. Но в этот раз такого не было. Мне показалось, что все-таки какие-то тоже хорошие изменения произошли. Прогресс все-таки идет. Или раньше я проезжала просто из других стран. Мне казалось, у нас дома очень-очень все плохо. Но в этот раз я была прямо рада и счастлива. Конечно, хорошо быть дома. Вы меня прекрасно понимаете, кто живет в других странах, приезжает в отпуск. Вы знаете, наверное, такой вот маленький отпуск мне нужен был. Я испытала облегчение, какую-то внутреннюю удовлетворенность, радость. Дом есть дом. Даже не было у меня времени увидеть своих подруг, подруг детства. Кое-то с кем я встретилась. Мы очень-очень хорошо провели время. Но это было очень все... Очень все быстро происходило. Но, тем не менее, спасибо и на это. Вернувшись домой, я занимаюсь уборкой. Потому что муж у меня был 12 или 14 дней дома. Нет, меньше. Он потом тоже уезжал. Приехала я сюда и узнала, что у ребенка каникулы. А у нас каникулы никогда не расписаны. Все об этом узнают за один или за два дня. В прошлом году у нас летних каникул не было. В этом году они сделали эти каникулы. Если бы я об этом знала, я, конечно же, осталась бы дома на большее количество времени. Потому что школу нам нельзя пропускать. У нас допускается 20 пропусков по болезни или не по болезни. 20 пропусков максимум. А потом могут отчислить с этого года. И оставить на второй год. И, вы знаете, я, конечно, разочаровалась. Потому что у меня ни мужа не было дома. Муж в командировке был. И тут эти каникулы. Ну, ничего страшного. Я вышивала, занималась уборкой и тому подобное. На сегодня все. Спасибо, что послушали. Спасибо, что посмотрели меня. И мои работы, и меня. Появлю в следующем видео я лицом. Запишу для вас что-то интересное. Какое-то болтологическое видео хочу сделать на тему вышивки. Также вы подписывайтесь на мой канал, кто не подписан еще. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Я была рада с вами услышаться. Всем пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.